Футбол — это мир возможностей и фантазий, где мы, болельщики, любим представлять себе различные комбинации игроков, которые могли бы взорвать футбольную сцену своей невероятной химией и совместными результатами. Все мы знаем легендарные дуэты, которые стали символом своих клубов и национальных команд. Но что насчет тех потенциальных связок, которые никогда не получилось увидеть вместе на поле? В сегодняшнем видео мы отправимся в увлекательное путешествие по миру футбольных «Что если?» и обсудим связки игроков, которые никогда не играли вместе, но, возможно, были бы абсолютно крутыми и эффективными на поле. Поднимем завесу над тайной и посмотрим на некоторые из самых интригующих и гипотетических пар футболистов, которые могут сформироваться даже следующим летом. А перед началом видео давайте проверим ваши знания футбола. В каком клубе начинал свою карьеру Джейден Санчо, который проявил себя в Дортмундской Баруси и играет в МЮ? Челси, Бавария, Манчестер-Сити, Ливерпуль. Свои ответы вы можете написать в комментариях. А мы начинаем. Вирджил Ван Дейк и Ким Мин Дже Голландский центральный защитник уже доказал свою ценность на мировой арене, став капитаном и опорой обороны в Ливерпуле и сборной Нидерландов. Его физическая сила, точные передачи и способность выигрывать воздушные единоборства делают его одним из самых опасных защитников современного футбола. Хоть Ливерпуль сейчас и попал в затяжной кризис, Ван Дейк остается одним из тех, кто сохраняет надежность в защите. Но вот помощи у него в обороне крайне мало, поэтому ему нужен качественный напарник. Ким Мин Дже, южнокорейский центральный защитник, быстро пробился на вершину благодаря своим выдающимся техническим навыкам, скорости и отличному пониманию игры. Еще год назад об этом парне мало кто слышал и знал, ведь он играл в Турции за Фенербахче. Его способность считывать игру и быстро перехватывать мяч делают его ключевым игроком для Наполи в этом сезоне. Представьте, что эти два столпа объединились в одной команде, создавая совершенно новый уровень обороны. Ван Дейк и Ким Мин Дже могли бы дополнять друг друга своими уникальными навыками и стилями игры. Вирджил бы обеспечил мощь и авторитет в центре обороны, а Ким использовал бы свою скорость и интуицию, чтобы нейтрализовать атаки соперника. Они также могли бы взаимодействовать на уровне стратегии и тактики, совмещая свои знания разных футбольных культур и стилей игры. Это могло бы привести к созданию непревзойденной оборонительной стены, которую трудно было бы преодолеть для любой атакующей линии. Конечно, мы можем только гадать о том, как бы эта связка выглядела в реальности, но одно можно сказать наверняка. Их сотрудничество на поле могло бы стать зрелищным и уникальным футбольным событием, о котором поклонники Ливерпуля говорили бы годами. Есть шанс, что уже летом защитник Наполе переберется к скаузерам. Как сообщает Фуд Меркато, Мин Дже весьма расположен к идее перехода в команду Юргена Клопа, несмотря на то, что в этом сезоне она заметно сдала. Маркус Решфорд и Виктор Асимхен Английский нападающий стал одним из ключевых игроков Манчестер Юнайтед и сборной Англии благодаря своей скорости, голевому чутью и умению вскрывать оборону соперника. Его мощный удар и непредсказуемость делают его опасным для любой защиты. Мы могли бы детально рассказать об этом игроке, но уже сделали это в недавнем видео на канале, где рассказали, чем крут Решфорд и какую форму набрал Маркус в этом году. Поэтому не будем задерживаться и просто порекомендуем вам к просмотру. А сейчас же просто напомним вам, что напарник в клубе у англичанина Настре атаки голландец Ваут Векхорст, который взят в аренду до конца сезона. Клуб ищет усиление и уже летом Решфорд может получить себе сильного помощника, который ему очень необходим после ухода Роналду. Виктор Асимхен – нигерийский форвард, который завоевал мировое признание своей забивной серии в Наполе и демонстрации уникального сочетания физической силы, скорости и точности. Его навыки игры один в один и способность находить пространство в штрафной площади делают его смертельным финишером. В этом сезоне серии А нигериец забил 21 гол и отдал 5 ассистов, что повлияло на цену игрока. Сейчас немецкий портал Transfermarkt оценивает Виктора в 100 миллионов евро. Представьте, что эти два феномена объединились в одной команде, создавая атакующую связку, которая может уничтожить любую оборону. Решфорд и Асимхен могли бы поделиться ответственностью за голы клуба, в то время как их разнообразные стили игры позволили бы им адаптироваться к различным тактическим ситуациям и соперникам. Эта связка могла бы создать множество возможностей для команды и стать настоящей головной болью для оборонительных рядов соперника. Их комбинация угрозы на разных уровнях могла бы оказать огромное влияние на игру, позволяя им контролировать атакующие моменты и доминировать над соперниками. Также Решфорд и Асимхен могли бы дополнять друг друга и развивать свои навыки и качества, становясь еще более опасными на поле. Маркус мог бы поделиться своим опытом игры в английском футболе, в то время как Асимхен мог бы внести свою силу и умение забивать из любого положения. «Я не знаю, что меня ждет в будущем. В конце сезона я сяду со своими агентами и обсужу это. Я также буду вести переговоры с Наполе. Я невероятно благодарен Наполе. Вместе мы найдем хорошее решение», — комментировал слухи о переходе в Манчестер Юнайтед нигериец. Рубен Деш и Ёшка Гвардиол Португалец является одним из лучших центральных защитников в мире, обладая отличными навыками позиционной игры, воздушных единоборств и тактического понимания. Его способность организовать и вдохновлять своих партнеров по команде делает его идеальным защитником и лидером Наполе. Сейчас напарником на поле у Деша является новичок Сити Мануэль Аканджи, который посадил на лавку запасных Ляпорта. Но мы все прекрасно знаем, какой Пеп Гвардиола экспериментатор, и почти в каждое трансферное окно в команду приходит новый игрок обороны. Мы же выбрали в пару к Дешу нового футболиста, которого, к слову, связывают с командой из Манчестера. Ёшка Гвардиол, хорватский защитник, известен своей сильной оборонительной игрой, точными передачами и способностью завершать стандартные положения. Его умение читать игру и опыт в матчах на высоком уровне, несмотря на возраст в 21 год, делают его ценным игроком для своей команды. Больше всего Гвардиол запомнился своей игрой на чемпионате мира в Катаре, где Хорватия взяла бронзовые медали. Эта связка могла бы показать важность хорошей коммуникации и сотрудничества между оборонительными игроками, особенно в условиях современного футбола, где атакующие игроки становятся все более быстрыми, сильными и техничными. Гвардиол и Диаш могли бы развивать свои навыки и учиться друг у друга, становясь еще более опасными и надежными в обороне. К сожалению, мы можем только представить, как бы выглядела эта связка на поле. Однако не исключено, что Ёшка Гвардиол и Рубен Диаш, работая вместе, могли бы стать одной из самых гармоничных и сильных оборонительных пар в английской премьер-лиге. Безусловно, их сотрудничество было бы зрелищным и уникальным футбольным событием, о котором поклонники и эксперты говорили бы долгое время. Криштиану Роналду и Лео Месси Футбольный мир всегда мечтал о том, чтобы две легенды современного футбола сыграли вместе в одной команде. Как бы они могли взаимодействовать, развивать свои игровые возможности и, возможно, даже завоевать новые трофеи? Криштиану Роналду и Леонель Месси – одни из самых успешных и талантливых футболистов. Оба игрока обладают невероятными футбольными навыками, скоростью, умением забивать голы и делать гениальные передачи. Если бы они сыграли вместе, их связка могла бы стать катализатором для создания невероятных моментов и исторических достижений. Представьте, как бы Роналду и Месси работали вместе на атакующих позициях. Месси мог бы использовать свою технику, контроль над мечом и способность находить просветы между защитниками, чтобы создавать опасные атакующие ситуации. В то же время Роналду мог бы использовать свою физическую мощь, воздушные навыки и убийственную реализацию, чтобы дополнять игру Месси и забивать голы. Эта связка могла бы разрушить оборону соперников, заставляя их адаптироваться и выбирать между концентрацией на одном из них или пытаться остановить обоих. Роналду и Месси могли бы поднимать свою игру на новый уровень, используя друг друга как трамплины для совершенствования своих навыков и развития новых тактик. Их совместная игра могла бы породить невероятное количество голов, ассистов и моментов, которые бы стали классикой футбольного искусства. Возможно, Аль Наср, где играет Роналду, сможет переманить аргентинца в свой клуб или же легенды пересекутся в клубе Бекхэма в МЛС. Нам остается только гадать. А как считаете вы, дорогие подписчики, смогли бы эти две легенды футбола сыграться в одной команде? Или два игрока такой величины не прижились бы в одном клубе? Можете написать в комментариях, нам будет интересно ваше мнение. Ашраф Хакими и Букаю Сака Хакими – один из самых быстрых и гибких правых защитников, который может также играть на позиции правого защитника с отличными навыками в атаке и обороне. До сих пор остается загадкой, как мадридский Реал отпустил этого таланта. Но Мараканцу это пошло на пользу, и он смог реализовать себя сначала в Интере, а позже и в ПСЖ, где Ашраф сейчас является одним из лидеров команды. Сака – молодой и талантливый правый полузащитник, который может играть на нескольких позициях, включая левый и правый фланг атаки, благодаря своей универсальности и технике. В этом сезоне англичанин ведет команду к заветному титулу АПЛ, а на его счету уже более 10 голов и ассистов за Арсенал. Если бы эти два игрока сыграли вместе, их комбинации на правом фланге могли бы стать кошмаром для обороны соперников. Хакими мог бы использовать свою скорость и умение делать точные передачи, чтобы создавать опасные атакующие моменты с правого края поля. В то же время Сака мог бы использовать свою технику, креативность и умение забивать голы, чтобы дополнять игру Хакими на правом фланге. Эта связка позволила бы команде создавать больше атакующих ситуаций, в то время как оба игрока могли бы обмениваться опытом, улучшая свои навыки и взаимодействие на поле. Хакими и Сака могли бы также сыграть важную роль в обороне, помогая своей команде контролировать игру и снижать количество пропущенных голов, благодаря своей скорости и тактическому пониманию. Представьте, как бы они могли разрушать оборону соперников, используя свою быстроту и умение делать навесы и передачи в штрафную площадь. Сака мог бы пробивать линии соперника своими ускорениями и умением держать мяч, тогда как Хакими мог бы использовать свою физическую мощь и быстроту для создания дополнительных угроз с глубины. Их взаимодействие могло бы привести к созданию голов, ассистов и непредсказуемых моментов, которые заставили бы зрителей и команды соперники с нетерпением ждать следующей встречи. Лицезреем ли мы эту связку на поле? Большой вопрос. На правом фланге арсенала играет Бен Уайт, а ПСЖ и вовсе перегружен звездными игроками атаки. Контракт сака действует до конца следующего сезона, поэтому кто знает, что приготовила судьба для этих парней. Было бы интересно увидеть их в одной команде. Эрлинг Холланд и Киллиан Мбаппе Футбол в наши дни богат на молодые таланты, которые берут на себя мантию будущих звезд и заставляют зрителей восторгаться их навыками и успехами. Киллиан Мбаппе и Эрлинг Холланд являются яркими примерами нового поколения футболистов, которые впечатляют своими достижениями на поле. Киллиан Мбаппе – забойный французский нападающий, который обладает не только невероятной скоростью, но и техникой, инстинктом забивать голы и умением создавать моменты для своих товарищей по команде. Совсем недавно француз стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, хотя в декабре ему исполнилось только 24 года. Эрлинг Холланд – норвежский форвард, который блестяще забивает голы и имеет ошеломляющий физический потенциал, а также хладнокровие и умение находиться в нужное время в нужном месте. В этом сезоне норвежец принял для себя новый вызов и перешел в Манчестер-Сити к Пеппу Гвардиоле. Многие скептики говорили, что АПЛ совсем другой уровень и что Эрлинг не повторит свои бомбардирские достижения, которые были у него в Бундеслиге. Но Холланду не понадобилось много времени на раскачку, а сейчас на его счету 28 голов в чемпионате. Если бы эти два таланта сыграли вместе, их связка могла бы стать кошмаром для любой обороны соперника. Мбаппе мог бы использовать свою скорость и технику для создания атакующих возможностей и пробития линий обороны, в то время как Холланд мог бы применять свою физическую силу и умение забивать голы, чтобы завершать атаки. Их совместная игра могла бы привести к созданию большого количества голов и ассистов, а также к захватывающим и впечатляющим моментам на поле. Просто представьте, что два молодых парня, бьющие рекорд за рекордом, играют вместе в одной команде и конкурируют между собой, принося титулы своей команде. Возможно ли это? Никто не знает. Но уходят слухи, что Флорентино Перес лелеет надежду объединить этих монстров к 2024 году в реале. Мы можем только фантазировать о том, как бы они выглядели, играя вместе на поле. Однако, если бы это когда-нибудь случилось, их атакующая связка могла бы стать легендарной, и она была бы способна перевернуть любой матч в пользу своей команды. Рис Джеймс и Федерико Вальверде Рис Джеймс – многообещающий правый защитник, который славится своими атакующими качествами, отличными передачами и умением читать игру. Он является ключевым элементом обороны и атаки Челси, что показали матчи, в которых англичанин был травмирован и пропускал встречи своей команды. Англия сейчас славится своими правыми защитниками. Что и говорить, если Гаррет Саутгейт, помимо Джеймса, имеет в своем распоряжении Кайло Уокера, Кирона Трипьера и Трента Александра Арнольда. Федерико Вальверде является техничным и универсальным полузащитником, который может забивать голы, создавать моменты и контролировать темп игры в средней линии. Уругвайц начинал на позиции опорного полузащитника, но Зинодин Зидан попробовал Федерико на правом фланге, где игрок показал себя и в защите, и ближе к атаке. Анчелоти же развил атакующие навыки Вальверде, и на момент выпуска видео на его счету 12 голов во всех турнирах. Если бы эти два таланта играли вместе, их связка могла бы стать сильным фундаментом для своей команды. Вальверде мог бы использовать свою технику и умение обрабатывать мяч, чтобы управлять игрой и создавать возможности для своих товарищей по команде. В то же время Джеймс мог бы использовать свою скорость и атакующие навыки, чтобы внести дополнительную угрозу на правом фланге. В процессе их сотрудничества оба игрока могли бы развивать свои навыки и дополнять друг друга своей сверхработоспособностью на правом фланге. Мадридский Реал уже сейчас задумывается над тем, чтобы найти замену Карвахалю, поэтому ходят слухи, что именно Рис Джеймс является приоритетным вариантом для мадридцев. Кто знает, может быть в будущем судьба сведет их вместе на одном поле, и мы сможем насладиться их непревзойденной химией и командной игрой. Джуд Беллингем и Джамал Мусиала А сейчас поговорим о двух самых дорогих игроках Бундеслиги, которые, несмотря на возраст, уже показывают зрелую игру и играют в своих национальных сборных. Джуд Беллингем — динамичный и универсальный полузащитник, который может с легкостью переключаться между обороной и атакой. Он обладает отличным чутьем игры, техникой и навыками передачи. Англичанин дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет за Портсмут и помог команде сохранить прописку в чемпионшипе, после чего перебрался в Дортмунд за 23 миллиона евро, несмотря на интерес Челси и МЮ. В этом сезоне Джуд уже выводил команду в качестве капитана, а его результативность в 19 лет просто поражает. Несмотря на позицию на поле, Беллингем записал на свой счет 10 голов и отдал 6 ассистов. Трансфермаркт оценивает игрока в 120 миллионов евро. Что касается Джамала Мусиалы, он является одним из самых ярких молодых талантов в мировом футболе, а его игра в Баварии продолжает укреплять его репутацию как перспективного игрока. Он отличается универсальностью и может сыграть на разных позициях в атаке. В игре Мусиалы сочетаются технические навыки, отличное чутье на поле, быстрота и умение находить пространство вблизи ворот соперника. Он обладает хорошим контролем мяча и уверенным дриблингом, что позволяет ему обходить соперников и создавать опасные атакующие моменты. В этом сезоне на счету игрока 15 голов и 12 голевых передач во всех турнирах, а ценник вырос до небес и составляет 110 миллионов евро. Если подумать о том, смогут ли эти парни играть вместе на профессиональном уровне, то стоит вспомнить, что Мусиалы провел 23 матча в молодежных командах Англии, где пересекался с Беллингемом на молодежном уровне. Уже этим летом Джуд планирует сменить клуб, а главными претендентами на игрока являются Реал и Ливерпуль. Зная любовь Баварии уводить игроков Баруси, кто знает, возможно, уже этим летом Беллингем окажется в Баварии. Сочетание Беллингем-Мусиала могло бы привести к созданию множества голов и ассистов, а их взаимопонимание на поле могло бы развиваться с каждым матчем. Они могли бы находить новые способы усиления своей игры, делая связку еще более эффективной и опасной для соперника. Энца Фернандес и Деклан Райс Эти парни должны стать надежным и сильным центром полузащиты, который обеспечивал бы отличное равновесие между атакой и обороной своей команды. Фернандес, обладающий отличным техническим мастерством и хорошим видением поля, мог бы выступать в роли глубоко сидящего полузащитника, отвечающего за распределение мяча и установление темпа игры. В этом сезоне на счету аргентинца 4 гола и 9 результативных передач. Своей игрой на чемпионате мира Энца вызвал интерес у большинства топ-клубов Европы, а Челси он обошелся в рекордные 121 миллион евро. Завышена ли цена на игрока? Возможно. Но мы все прекрасно знаем, как Бенфика умеет продавать своих талантов. Что касается Райса, он мог бы использовать свою физическую силу, отличное позиционирование и умение считывать игру для прикрытия обороны и отбора мяча у соперников. Англичанин также обладает хорошим умением передачи и мог бы подключаться к атакам, когда это было бы необходимо. На счету Деклана 2 гола и 4 ассиста во всех турнирах. Но основной задачей англичанина, как мы знаем, является игра в отборе. Вместе Фернандес и Райс могли бы создать мощный и надежный центральный блок, который было бы сложно преодолеть соперникам. Их совместная работа позволила бы контролировать центр поля, обеспечивая команде стабильность и владение мячом. Они могли бы дополнять друг друга, обеспечивая непрерывную поддержку и взаимопонимание в центре поля. Если бы Энце Фернандес и Деклан Райс сыграли вместе в одной команде, их связка могла бы стать синонимом безопасности и контроля в середине поля. Их комбинация технического мастерства, физической мощи и тактического ума сделала бы их одной из самых завидных полузащитных пар в современном футболе. Увидим ли мы их вместе? Вполне вероятно. Уже долгое время Райса связывают с Челси, воспитанником которого он является. Контракт футболиста действует до конца следующего сезона. И продлевать он его не намерен. Поэтому уже следующим летом Вестхэм попытается продать игрока как можно дороже, так как у него будет оставаться год по контракту. Ну а зная любовь Тодо Боули вываливать огромные суммы за игроков, Райс может стать еще одним дорогостоящим игроком в составе аристократов. Ну и на десерт мы оставили парочку звезд европейского футбола из постсоветского пространства, которые сейчас являются одним из лидеров своих клубов и ведут свои команды к заветному чемпионству. Зинченко, являющийся универсальным и технически одаренным игроком, мог бы использовать свою гибкость для выполнения обязанностей левого защитника, перекрывая фланг и помогая команде в атаках, чем он себя и зарекомендовал в текущем сезоне АПЛ. Трансфер из Сити обошелся Арсеналу всего в 35 миллионов евро, но игрок стал настоящей находкой для Артеты. Алекс невероятный игрок, а кроме всего еще имеет лидерские качества, помогает нам, когда случаются сложные моменты. «Не понимаю, как Манчестер Сити его отпустил сюда. Он даже на тренировках показывает класс», сказал в одном из интервью напарник украинца Эмиль Смитроу. Что касается Кварцхелии, он обладает хорошими физическими характеристиками, быстротой и отличным позиционированием, что позволяет ему справляться с быстрыми и сильными противниками на фланге. Грузин также обладает хорошим умением пасса и мог бы внести свой вклад в атакующие моменты команды. Хвичи не потребовалось много времени в топ-чемпионате, и уже к апрелю он трижды получал награду лучшему игроку серии А. На счету Кварцхелии 14 голов и 16 ассистов. А цена на игрока выросла до 85 миллионов евро. Оба игрока могут быстро переключаться с обороны на атаку, создавая перевес на своем фланге и поддерживая атакующие действия своей команды. Если бы Александр Зинченко и Хвича Кварцхелия сыграли вместе в одной команде, их согласованность и совместная работа могли бы стать опасным оружием в руках их тренера. Поиграют ли футболисты в одной команде, остается загадкой. Еще выступая за Сити, ходили слухи, что Наполе заинтересован в трансфере украинца, но сейчас вряд ли Зинченко согласится на такой вояж в Италию. Да и главный претендент на Хвичу остается Реал, хотя этот трансфер и не стоит ждать в ближайшее время. Подводя итог о гипотетических связках героев видео, можно сказать, что каждая пара обладает своими уникальными характеристиками и навыками, которые могли бы принести значительную пользу своим командам. Друзья, а какую из возможных пар хотелось бы видеть вам больше всего? Пишите свои варианты в комментариях, нам будет интересно почитать. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин